Из меня выходит некая сущность Еще раз! Ааа, сука! Встанем И попробуй этого не сделать Это реально было опасно Танцы на стеклах Танцы нет для слабых Казаки, казачники, не бойтесь ничего Я вот на стыке этих двух миров Поэтому от Баха до Канни Уэста, родные Секрет успеха найден Послушай все в твоих руках Вот я надену два крыла и ближе ты Ох, как хорошо Встанем 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 Что победу нам дали За тех, кто нашел свое небо И больше не с нами Встанем И останутся в наших сердцах Встанем 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 И снова затянем Встанем И бьется сильней в груди Наша вечная память Встанем 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 Герои России Останутся в наших сердцах До конца А красавчик А красавчик Пошли ко мне, Леш, давай лупани Класс Россия нет Это тот случай, когда две реки впадают в океан А знаешь, сколько мы песен тут похожих находим? Но это нормальное явление Вообще, что касается моего мнения на этот счет По поводу песен на похожести Я вообще считаю, что большинство музыки Ну, в общем-то, это вторичное явление Потому что всю музыку еще несколько веков Написал Иоганн Себастьян Бах А, в общем-то, мы всего лишь навсего Переставляем эти кирпичики Единственное, чем мы можем В общем-то, наполнить эту музыку Это искренние эмоции от сердца И от души А вот нахрен мы снимали 40 программ Вот что Пришел человек Пришел, пусть наполнится Встанем, спел Жирную точку поставил Все Спасибо тебе огромное Мы расходимся Секрет успеха найден Да Я тебя прошу Я не могу Яр, давай, как я к тебе еще могу обращаться? Просто Яр Можно Яр Еще как Игорь Просто У меня сын Нет, ну, допустим, еще некоторые там Пытаются называть там Ярик Это как Ярик, это как Вовчик Левчик Ну вот это все Лешка, Сашка Вот это в ту степень Мне, допустим, это не очень нравится Либо Ярослав уж тогда Либо просто Яр там сокращенный Если сложно долго выговаривать Ярослав, у вас очень красивый Открытый, замечательный голос У меня такой вопрос Как Стасу Ирушину научиться петь? Долго пришлось учиться? Нет, просто у нас оператор сейчас учится петь И у него пока ничего не получается Я хотел бы Это связки изначально так стояли И осталось только немножечко усилий приложить Или ты все-таки долго и кропотливо занимался преподавателем? Все началось с того, когда я начал Вообще осознанно Мне сейчас 30 лет Осознанно я вступил, скажем так, на путь музыки И купил билет на кораблик в один конец Когда мне исполнилось 15 лет Ну, то есть это уже был осознанный выбор Я тогда поступил в музыкальный колледж По специальности дирижер хора Руководить хора И сольно-народное пение Ну, там несколько было специальностей А до 15 лет? Потому что я сейчас детскую психологию изучаю У меня интересно, до 15 лет что люди думают Вообще на сцене я оказался в 4 года Ну, то есть так вышло, что профессия именно выбрала меня Потому что когда мне было Ну, может быть, около двух лет Я уже, родители видели, как я залипал там на телек Смотрел музыкальные каналы И подпевал, танцевал Потом все это выходил к подъезду И пел для бабушек Потому что тогда еще были лавки в нашем городе Сейчас их убрали у подъезда Бабушкам сидеть негде Что пел для бабушек? Жил да был черный кот за углом Ну ладно, ладно, уже бесполезно это будет Почему? Не, нормально, смотри А я... Не, давай спою Подожди, вспомни Значит, мы же сегодня знакомимся с творчеством Ярослава С творчеством шамана До 15 лет в 4 года Жил да был черный кот за углом И кота ненавидел весь дом Только песня совсем не о том Как не ладили люди с котом Говорят, не повезет Если черный кот дорогу перейдет А пока наоборот Че-та-че-та-та-ра-па-па Только черному я ту и не везет А-а-а-а-а Браво-че-та-ра-папа В женской тональности Нифига себе Высокий голос Завидую Нет, нет, ни в коем случае Я сейчас как раз рассказал Хотел, что не надо Это реально было опасно По поводу моего высокого голоса Об этом мало кто знает Но на самом деле у меня изначально был баритон. Так вот, когда мне исполнилось 15 лет, я пел в народном хоре, я пел, в общем-то, тональность баритон, да, там. И достаточно такой как бы среднестатистический мужской голос, ну, баритон считается. Потому что тенор это уже высокий. 15 лет хор у тебя был? Ну, там я, ну, сольно-народное пение я там пел. Ну, понимаешь, ой, приложку, или там, допустим. А спой, скака пыльно, пусть скака пыльно споет. Давай, сейчас я. спою одной из своих любимых. Акапельно пусть он споет. Ваня! У нас же матом нельзя! Да я не могу, когда Акапельно споет. Та-да-да-да-та-та-та-та. Акапельно, Ваня! Илюх, Илюх, мне кажется, Стасу чуть-чуть потише надо. Ну, хорошо. Подожди, вот ты же с Ваней работаешь? Да, да, конечно, да. А он тебе тоже говорит, что я только с тобой, шаман, ты лучший, Ярушин чмо. Потому что про меня у меня говорит, Стас, только с тобой. Я же с шаманом так, просто это не му. А мне в лицо он говорит, я только со Стасом Ярушиным. Шаман, ты чмо? Ладно, Ванька, можно не Акапельно. Ладно, не, серьезно, можно... Я сейчас исполню такую казачью песню. Она называется «Полно вам снежочки». Очень классная. Она мне очень нравится. «Полно вам снежочки на телу и земле лежать, Полно вам казачники гури-горевать, Полно вам казачники гури-горевать, Оставим это скупич, Чалево-темно-мо-во лесу, Оставим это скупич, Чалево-темно-мо-во лесу, Будем привыкать к казеатской стороне, Будем привыкать к казеатской стороне, Казаки-казачники, Не бойтесь ничего!» Там много куплетов. Они вот в связке работают с хором, Там поле ритмии идет, Там много людей хлопают в этот момент. Три человека сидят. Это надо прям реально в совокупности вместе с хором. Там много голосов должно быть. Олег, посмотри, снег на улице не пошел сейчас После вот таких вот шаманских заклинаний красивых. Это то, чем я занимался в колледже, Музыкальной школе, народной пении. Там много других песен. Там и белгородские традиции, казачьи. Все это исторические костюмы. Почему раньше носили, допустим, кушак? Ну, всякие такие вещи. Почему выражение распоясывалось? Потому что без кушака. Вот у нас Олег без кушака ходит давно уже. Ну, это можно, в общем-то, целый просто... Это история, это пласт. Это наша культура. И именно с этого я и начинал. Поэтому я дал себе обещание сохранить вот этот вот... Вот это зерно в музыке, которое я делаю сейчас, чтобы в моем голосе проскальзывало некое... Ну, понимаешь, вот это вот... Да-да-да, но это фишка, я понимаю. Ой, мамочка, на саночках каталась я с тобой. Но тут самая фишка, чтобы не переборщить, чтобы сделать это все настолько... Ну, чтобы это было вот в балансе. И тогда вот это круто работает. Но в моей голове это было... Звучало эффектно только на высоком голосе. Но, как я уже сказал, и как я сейчас спел песню до этого казачьего, я был, в общем-то, обычным баритоном. И я в 15 лет устроился работать певцом в ресторан. Как многие все талантливые ребята, мы говорим, да, Сережа, через это проходят. Это... Да, это я... Я жил в своем городе, город Новомосковск. Это мой родной город, откуда я родом. И там я устроился работать певцом в ресторан. Начал пытаться петь песни и специально брать песни высоких... Ну, высокие песни, высоких исполнителей. Ну, там, допустим, Кипелова, Носкова, Лепса. И методика моя заключалась в следующем. Перепеть этих людей. Да, там... Я хотел растянуть свой голос. То есть при этом сделать это не в условиях обычной, там, репетиционной студии какой-то, а в стрессовые условии, когда на тебя смотрят люди, причем люди абсолютно разные, ресторан, и попробуй этого не сделать. То есть фактически я сам себя выбрасывал из лодки, не умея при этом плавать и пытался выплыть. Это, на самом деле, рискованная техника, но она мне помогла растянуть диапазон, и для меня это... Что там такое происходит? Я... Вот смотрите, человек, какие классные вещи, говорит. Я вам всегда прихожу и говорю, знаете, почему у меня небольшой диапазон? Потому что вы хреново все на меня смотрите. Надо зло смотреть на меня. Пора тебя выбросить из лодки, я думаю. Ну, это действительно ответственность. Я хотел спросить, ты под компьютер, под мини-диск или живой командой? Нет, нет, нет. Я застал еще ту эпоху, когда мы перегоняли все на мини-диски и делали это все очень долго, там записывали в режиме реального времени. Я прекрасно это все помню. Самое главное, что действительно приходилось, естественно, работать... Ну, там стандартный сет был либо с 12... Ой, с 9 часов вечера до 12 ночи, ну, там, с перерывами. Был и сет, когда там с 10 до часу, был и с 11 до 2 часов ночи. Но всякие разные бывали ситуации. Я помню, я стою на сцене, пою песню, а сцена была в середине зала, и вокруг сидели просто люди, столики, громкая музыка играла, колонки были подвешены над потолком. И я пою песню, и тут у меня интуитивно, я понимаю, что что-то происходит за моей спиной. И я поворачиваюсь, и как бы на меня просто кубарем такой, человек 10 на 10, такая просто мочилова такая идет, просто драка. Я отпрыгнул в сторону резко, пошел к будке, где был пульт, и я знаю психологию, нужно сразу в зале погасить музыку резко, включить свет, это отрезвляет историю. Это должно было остановить драку. Я точно это сделал, погасил музыку, взять осиновый кол. Да, погасил музыку, включил свет в зале, и сказал микрофон, причем сам неожиданно для себя, я стою такой, один человек 15-20 стоит, здесь не мясо для разбога, если вам нужно выяснить отношения, идите на улицу отсюда. Я-то это как бы сказал, не знал, что дальше-то будет. Они такие стоят на меня, смотрят, вот эти все люди такие. Ага. И пошли на улицу резко. Короче, потом, после этого привозят с улицы в ресторан, одному спину прострелили, короче, второго человека. Новомосковск? А? Новомосковск? Ну да, было дело. А какую песню ты при этом пел? Не помнишь? По-моему. А может быть, рюмка водки на столе лепса, кстати. Да. Давайте, может, ее испоем? Давай испоем. По-ностальнике. Все рестораны. Давно мы не пели. Последний раз эту песню Кира Астапов у нас в этом узловке пел. Давайте сделаем. Сейчас версия шамана. Мне тот микрофон взять? Нет, пой здесь. Туда мы еще успеем вернуться. Прекрасный шейкер, Олег. Спасибо. Ночь по улицам пошла. Так. Звездный пост упью цариц. Слов и чисел простота У небесного моста Раскидала Перья птиц Не забудутся ни кем Праздник обитый глаз Забери меня в свой плен Эту линию колен Целовать Последний раз И Только Рюмка водки На столе Ветер плачет За окном Тихом Больем Отсыпаются во мне Этой молодой Луны Ликия Ну и хватит, я думаю. Для всех телезрителей и подписчиков Легендарный момент Шаман с бубном Почему шаман? Я уже говорил В некоторых изданиях У нас другая аудитория Я с удовольствием Еще раз об этом скажу На самом деле я давно хотел взять псевдоним Потому что у меня Я на сцене Когда я артист И я когда хожусь вне сцены В общем-то это два разных человека Потому что на сцене, когда ты находишься Это у тебя Скажем так, не совсем человек Ты немножко все гипертрофировано Ты же в жизни не ходишь, не орешь У тебя широких жестов нет Я достаточно в жизни скромный человек Я надену шапочку Аккуратненько закажу себе Там такси и приеду до точки Никто не заметит Валера наоборот Вот он здесь тихий На улице уходит, кричит Вот Валера, ну поучись у человека Ну хватит уже Снимает шапочку Снимает шапочку Хоть орет Я сейчас буду ходить Я знаю шамана И вот туда-сюда Для меня просто реально Как-то чужда демонстративность Типа вот посмотрите, кто идет Для меня вот как-то аккуратненько Дойти там до точки, доехать Сделать свои дела Потому что все самое интересное Происходит у меня в голове Потому что я работаю В музыкальной студии Я сам, ну мы еще об этом поговорим Я сам пишу и аранжировки для песен И полностью их свожу И делаю мастеринг Вообще полностью все Сделаю все самые слова И музыку пишу А шаман Это некая Такая, скажем так Самая концентрированная Лучшая часть меня Которую я дарю своим поклонникам Это некая такая верхушка Айсберга Потому что когда я выхожу на сцену Из меня выходит некая сущность Некая энергия мощная Которая просто сметает все на своем пути И, кстати, я видел И который, да И который человеческое имя Ну вообще никак не подходит Я видел Я когда в ютубе смотрел Какой-то, значит, концерт твой Я смотрю, что-то вышло и пошло Я перемотал назад Думаю, показало Нет, не показалось Это, кстати, да Я сейчас не шучу Я видел И второй момент Почему еще? Так как я сам самостоятельно занимаюсь В общем-то, продюсированием С его творческой И вся творческая составляющая Она вот целиком и полностью На мне там И для меня важно Чтобы я мог Как Ну, то есть Ярослав Дронов является Продюсером Шамана Другими словами Круто, круто И я фактически Ну это как некое раздвоение личности Чтобы я мог Глядя со стороны Как бы на себя Того, который находится Персонаж Того, который находится на сцене Я мог бы посмотреть И улучшить, допустим Ой, вот Эту точку надо оставить Вот это классно работает Это закрепляем В следующем концерте Или, допустим Нет, это дерьмо Мы так не делаем больше Мне это не нравится Когда видео просто смотришь Я всегда анализирую Я не смотрю видео Там из разряда Что-ли как-то там Ой, как это все Нет Я чисто только вот Для себя самокритикой Полностью занимаюсь И когда ты смотришь Просто на себя Удобнее смотреть Когда ты смотришь Как человек Как со стороны Ну как будто Как ты вот Понимаешься Как разделение такое Я тебя понимаю И поэтому Это еще одна причина Вторая причина По которой взял псевдоним Ну вот, собственно Третье И я когда думал Третье, последнее Какой взять псевдоним Мне просто поклонники В комментариях Навели на этот псевдоним Они писали Ой, там шаманский Магический вокал Ой, какая магия Ой, голос и так далее Вот у него как Под гипнозом Ну вот этот голос лечит И так далее И это лежало В общем-то На поверхности Я понял Шаман Звучит А я правильно понял Автор и музыки И стихов И вот Встанем И ты моя Это ты Или только Я полностью Я автор всех своих песен А вот так Ну то есть у меня полностью Весь музыкальный процесс Там от То есть я фактически Могу проснуться У меня возникнет строчка И вечером уже будет готовая песня Там В авке Или в мп-тришке Я к чему спрашиваю Не продюсерский проект А полноценная личность То есть человек Который Сам сочиняет Сам все это Для меня это было Супер важно Чтобы профессию Свою знать На 360 Потому что Шоу-бизнес Не только из шоу состоит Но и из бизнеса И это в общем-то Такая история Которая нуждается В тщательном изучении И я прекрасно Понимал Когда только развивался Когда в общем-то Шоу к этому 15 лет И я постоянно писал песни Но они были Не такими Хорошими Как сейчас Потому что Это как бы Некая такая грязная вода Которая постоянно Сливалась из крана И наконец-таки Она писала до тех пор Пока не пойдет чистая Наконец-таки вода Я тебя понимаю прекрасно И На тот момент Конечно Какие там деньги Откуда связи Мне приходилось Делать все самому Потому что Творческая личность Это круто Просто садишься за компом Открываешь Какой-нибудь дав Ну программу В которой ты работаешь Давку открываешь И там Я сейчас работаю В FL студию Кстати говоря Я в Logic раньше работал Но сейчас в FL перешел На инструментах живых На всех играешь Или Самый мой любимый инструмент Это барабаны На втором месте Голос Но я считаю Что в песне Вообще Два самых важных элемента Составляющие аранжировки Должны круто звучать Барабаны И голос Раз, два, три Раз, два, три Что там еще дальше Ну пой давай А я забыл текст Падал в Минус Падал в мальчик Падал в миске Редактор с мальчиком Малыш Купри пепь Класс, всё. Было? Да, конечно, было. Я тут, ну, на пол карася дали музыке и остановились. Та-дам! 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 А всё! А всё, да, всё, денежки кончились. Стас, а теперь поменяйтесь. Не, а теперь дальше мою песню, я пою и играю. Следующий аттракцион. Серьёзно? Блин, ну давай. Я пошёл, потому что к нам в Музлов пришёл ещё один. Я тебя искал долго, падал столько раз, больно. Тысячи дорог, только видит Бог, я у твоих ног сейчас. Та-дам! 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 Я чувствую тебя кожей, Вместе мы с тобой сможем Всё перести. Господи, прости, Дай нам в один день уйти. Ты моя, целая, вселенная, Самая бесконечная, гордая и верная. Ты моя, целая, вселенная, И скажу я не тая, ты моя. А, всё, ещё? Продолжаем, да? Ну окей, в тонику. А давай, не-не-не, Стас, опущен, сыграй. Мы вдвоём Вокруг света на земле день за днём А там гармония другая. И под самым ярким подождём вдвоём Всё на свете вместе переживём И когда-нибудь в один день умрём Мы вдвоём Валер, не уходи. Я говорю, у нас сегодня в гостях замечательный Валера Черновак. Валерий, скажите, пожалуйста, откуда у вас такой диапазон 17 октав? Элита. А мне проще, у меня тональности нет. Мы хотя бы услышали голос Валеры. Ты невероятный, ты музыкальный, талантливый. Я сейчас искренне буду говорить. У меня нет привычки тут вылизывать. Вот что значит кабацкая школа в хорошем смысле. Да. Вот, честно я признаюсь, это действительно школа. К сожалению, эта школа сейчас уже не то, что на грани вымирания, она отсутствует уже, потому что, к сожалению, уже всё. Уже вот лет восемь уже точно там в этом плане ничего не растёт, потому что просто музыкантам нужно платить. И более того, даже... Ну сейчас обычно диджей там кто-то крутит музыку там просто. Причём фоновую такую. Королки-бар. И, к сожалению, да, эта школа, я не знаю, где-то она... Сейчас вообще где-то есть в Москве рестораны, где вот такая вот подобная атмосфера? Есть всё меньше и меньше, но есть, да. Например, Жигули, например, там... Жигули, конечно, много раз был, да. Команда сидит живая. А если мы откроем музлофт-бар, придёшь к нам с концертом? Если пригласите, с удовольствием. Ты всё, ты... Если, конечно, мне будет позволять мой плотный гастрольный график. Началось, ё. Нет, 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 с удовольствием. Ты, кстати, вот сказал классную тему, что ты, типа, есть Ярослав Дронов, а есть Шаман. Да. И ты продюсируешь Шамана. Ну можно так сказать. Я Стас Ярушин, я тоже пишу музыку для Стаса Ярушина, но у меня нет такого. Вот мне какой псевдоним пойдёт, ребята? Да мне не надо хорошо так, Стас Ярушин. Ну куда? У меня просто песни, они разные. Ты знаешь, я могу и про девочек писать, про аэропорты могу написать. И там... А может быть исполнишь сейчас в эфире, а то всё я пою. Легко. Вообще. Мы крутые песни поём. Давай аэропорты поём, если я про аэропорт заговорил. Вань, как это называется? Про аэропортную. Я спою куплет, припев песни, которые я недавно выпустил. Я здесь разные свои песни пою, а это мы, по-моему, ещё не пели. Супер, а я, с позволения, чуть-чуть подыграю. Давай, братан, что хочешь, то делай. Тем более, такие талантливые, как ты, с вами можно круглосуточно сидеть, творить что хотите. Главное, не стесняйся и на импровизации вот за это люблю. Отлично. Готовы? Мне не везёт в этом так. Да. Что просто... Раз, два, три. Сразу начну. И опять в сотый раз отменяют посадку. Закрыт аэропорт, снег идёт и идёт. У зимы всё в порядке, но отменяют взлёт. Ни туда, ни сюда, я застрял здесь навечно. Как в паутине расстояние в наказание. Сколько мне ждать придётся я. Я далеко так от тебя. Где ты сказала мне да? Где сказала мне? Ты. Где сказала мне? Где сказала мне ты? Где сказала мне? Ты. Где сказала мне? А ночной монитор вновь пестрит объявлением. Задержка два часа. И прогноз не несёт никаких улучшений. Такие чудеса. Остаётся опять заказать чашку кофе. А что поделать? Самолёты вне полётов снова. Мне ждать придётся я. Я далеко так от тебя. Где ты сказала мне да? Где сказала мне? Далеко в мои мечты. Где сказала мне ты? Где сказала мне? Отвези меня туда. Где сказала мне да? Где сказала мне? Отвези в мои мечты. Где сказала мне ты? Где сказала мне, где сказала мне ты, где сказала мне Я говорю, после бриджа, говорю, кода Валерон, посмотри на Савина, он командовал Я на него смотрел, он на меня не смотрит, я, может, сегодня плохо выгляжу Ты некрасивый сегодня Футболки не нравятся Я хотел сказать спасибо большое за песню И вот самое главное, то, о чем всегда говорил, что в песне должна быть честная энергетика И в глазах исполнителя она должна в первую очередь читаться И когда ты слышишь, даже пусть самый, хотел сказать, как-то матом Говори, как есть Да, самый вокал, но при этом, при всем, в глазах-то там высушенное озеро, потрескавшееся Мы об этом часто не говорим Это, да, я просто наблюдаю за тем, как ты пел, я понимаю, что это классная музыка И я с удовольствием приду на твой концерт, если пригласишь Да ты чего, обязательно Я еще раз говорю, и тут без всяких понтов и тому подобное, я понимаю свой уровень Я понимаю свои сильные стороны, понимаю слабые свои стороны Я не являюсь супервокалистом и не претендую на это Но у нас есть своя энергетика и своя искренность, которую мы доносим всегда до людей Именно, хорошо, что она есть Да Потому что здесь я, как и говорил в самом начале, для того, чтобы цеплять сердца Не нужен вокал сильный Более того, в некоторых песнях он, я бы даже сказал, вообще неуместен То есть, я, допустим, не знаю, не могу представить Или наоборот, есть песни, в которых без вокала, да, допустим, Queen группа Вот там невозможно Ты так сказал, ну, допустим, но вот это Нет, я просто, почему, я просто сегодня только слышал ее И я, допустим, могу сказать, что группу Queen невозможно, да, без таких крутых вокальных данных спеть Ну, там это просто уместно Ну, там нужен просто голос Там такая энергетика, ты там, понимаешь, ну, условно даже согласишься ты со мной или нет Да Если бы он хреново пел, ну, невозможно было бы эти песни спеть, наверное, с такой энергетикой все равно То есть, у него вообще все срослось 360 именно Вообще, когда, ну, мы говорим об успешной исполнителе, это всегда история на 360 Потому что важно, чтобы мозаика, пазл вообще сросся Ну, мне так кажется, что без... Когда... Причем, допустим, там, многие говорят по поводу прически, да, дреда и так далее Но, тем не менее, а? Ну, говорят, что... Вот, все хорошо, песня хорошая, но вот, поменял бы прическу Потому что... Да ну, нет! Вот, именно, потому что, именно, можно сколько угодно об этом говорить Но именно с этой прической ты меня заметил, именно с этой прической я... Меня вот сейчас вот, песня встанем, она очень так хорошо в народ ушла И именно с такой внешностью, с таким посылом, который у меня есть сейчас Значит, я для себя вывод, Ярослав Дронов делает для себя вывод, что, значит, я правильно продюсирую шамана И правильно, и ты же делаешь это искренне Ну, это часть меня, конечно же, огромная часть меня Ярослав, раз уже заговорили, извините, я вас перебил Не-не-не-не, пожалуйста, конечно, козел Нет, ну, по поводу Фредди Меркью, можно же спеть в другом стиле, допустим, вот Прошу тебя дальше Можешь текст посмотреть в телефоне, если есть... Я могу свой дать Прошу тебя дальше Но вот не лежит душа при этом при всем Прям вот снова бросится Но тогда это уже другая музыка Получается Тогда это уже Челлау какой-то Это бы прелесть кавера Латина такая, главы и так далее Это все как бы Ты молодец Я правда на тон ниже на всякий случай Тональность, говорю, хорошая, высокая Молодец, у тебя очень хороший диапазон Не считал Прямо сейчас мы проверим Рубрика Но я не знаю Что это было? Ах, хрен его знает Третья октава Это ты, Савин? Подожди Ну-ка дай Еще раз Ааааа, сука! Ты не знаешь, он понял Ну, четыре точно Сколько? Дороговато? Нифига себе Да, четыре с половиной Пять? Четыре и пять Говори пять Четыре и пять Ну, давайте округлим сторону больше Народ это любит Для легенды пусть будет не четыре с половиной, а пять Записывайте Хайф, когда музыканты тебя окружают Причем Разговариваем На одном языке Потому что есть музыканты Нового поколения Которые не знали, что такое кабацкая школа У меня, допустим, отец музыкант Ему 60 лет Он сам в ресторанах проработал Он и на гитарке пел И играл, и пел То есть атмосфера музыкальная была в семье Благодаря отцу У меня такое слияние симбиоз У меня мама попсу любила Мираж Потом Ласковый май Это такая история А отец, при этом Рейнбоу, Дипеопл и так далее Лед Зеплин У него 80-й рок такой Джаз-рок, земля-ветерогонь Джозавинал Я на стыке этих двух миров Пытаюсь, чтобы Быть не ложком Который знает только какую-то там часть Вот узкую часть А чтобы у тебя был расширенный круглозор Поэтому от Баха до Кани Уэста родные О! Что это было? Ну давайте Что за 10? А, все! А, все, понял Между нами память и туман Ты как во сне Ты как во сне Стилизовано пою По 28-й Наверное, только дельтаплан Поможет мне Поможет мне Наивно это и смешно, но так легко Моих плечам Уже зовет меня в полет Мой дельтаплан Мой дельтаплан Вот я надену два крыла и ближе ты Поближе ты Меня любовь оторвала от суеты От суеты Пусть людям кривь не дано, но так легко Моих плечам Уже зовет меня в полет Мой дельтаплан Мой дельтаплан Мой дельтаплан Олег, давай, 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 давай О, этот Без трубы никуда Даже сам понимаем Нас, когда крылом одним Лежаем мы Грядущие с пылы Когда внизу плывёт земля Плывёт земля Как будто детство ты Между нами память и туман ты О, как хорошо Потому что аранжировка, естественно, была как в оригинале Поэтому я нежненько, обрати внимание, спел Потому что важно быть в миксе в стиле Потому что если бы я пел как сейчас, это уже бы не так звучало А раньше, допустим, Леонтьев, там всё очень мягко, чисто Потому что была цензура, нельзя было каких-то мелизм лишних включать Или ноты, или орать Поэтому всё очень так аккуратно Бывает, песня вытягивает артиста, когда хит И благодаря этому ты состоялся как музыкант А бывает, артисты вытягивают песню за счёт своего Вот мне кажется, в Дельтаплане как раз соединилось Прям удивительно Да, он в этом гармоничен Я помню этот клип, он там такой сверху немножко снимает Он по кругу Для Советского Союза это был инопланетянин просто Да, да, да Не, ну, всё, Леонтьев, респект Это как бы даже не обсуждается Меня папа ненавидел, он говорит Как можно на голое тело надеть галстук? Это что за чисто? Яр, чисто вот меня интересует такая история Сегодня-то я знаю всю правду, да Но могу тебе честно признаться Давным-давно, когда ТикТок был жив И попадались очень много видео твоих историй Я первый раз такой О, класс Второй раз у рекомендации пошло-поехало Третий раз уже надоел Третий раз, наоборот, я кайфовал от твоей подачи От того, что ты чувствуешь И мы говорили с тобой, что искренне Когда вот тут есть, это видно Сразу же Я, честно могу признаться, стал копать в голове Кто продюсер и так далее Мне одна из версий была Что, типа, может быть, это был Фадеев Потому что я Фадеева уважаю Он так может вкусно подать А исполнителя Но ты сам себя делаешь и идёшь Сейчас просто мы разговариваем, да Я никого не хочу в творческом плане обижать Что касается ТикТока Я его начал активно вести с сентября прошлого года И у меня сейчас там, кстати говоря, миллион подписчиков Даже миллион сто уже Но я надеюсь, что возможность публиковать видео Вновь откроет скоро И я буду продолжать его вести Потому что, в общем-то, именно благодаря ТикТоку Обо мне узнали массу Да А голос не повлиял на популярность? Ну, я на тот момент работал в кавер-группе очень плотно И, в общем-то, он повлиял на ценник стоимости этой кавер-группы Потому что мы... Ну, опять же, ненадолго повлиял Там, по-моему, хватило где-то год на год-полтора и так далее А потом... Ну, это как, наверное, у всех Более того, это было еще что-то там, новинку для людей Потом это уже... А, Саша Воробьева, да? А? Где Саша Воробьева? Да, абсолютно верно Вот она как раз первое место заняла, а я второе Но что касается, допустим, каких-то там моментов Чтобы написать там какую-то крутую песню Чтобы там сделать какую-то... Ну, до всего-всего приходится доходить собственными мозгами В тишине, в своей комнате И ни один человек мне там для этого, в общем, ну, не нужен и не помогает, в общем-то Я потихонечку по... Практика идет, и выступления живые И ты до всего постепенно доходишь самостоятельно Может быть, поэтому мне потребовалось 15 лет, чтобы прийти к вам на передачу Ну, это же все с возрастом приходит в любом случае Ты говоришь это, я люблю повторять, эффект накопления идет И ты каким был там 7 лет назад, да, я видел, и сегодня Ну, это... Ну, человек прогрессирует Если он бьет в одну точку, как мы говорим, что он обязательно к чему-то придет Я когда свой первый альбом записал 4 года назад Я еще раз говорил, я думал, что я Пол Маккартни вообще Сейчас я оглядываюсь назад и думаю Господи, боже мой И на самом деле работать еще и работать Вообще много еще Это вот когда ты назад оборачиваешься, конечно, да Ты понимаешь, что действительно что-то нужно улучшать У меня, допустим, то же самое с песнями У меня, кстати, нет такой истории, когда песня, знаешь, любимая какая у музыканта Какая у музыканта любимая песня? Своя? Последняя А, последняя? Последняя, да, да Когда ты написал последнюю У меня такого нет Я стандартно пишу там в месяц, ну, песен там 7-5 Ну, как правило, вот так вот Ничего себе Я без разжировок имею в виду просто гармония, мелодия Слова Я на тектофон наговариваю Да, самое правильное Я там текст в заметках пишу И потом, когда накапливается какое-то количество материала Я просто выбираю самое лучшее Как правило, там, ну, типа, 10 песен напишешь Одна, но две из них я бы хотел выпустить Остальные все послабее, скажем так А зачем выпускать послабее, когда ты считаешь, что вот это вот посильнее Песню, допустим, «Станем» я написал 2 января То есть вот этого года Ну, понятно, почему Первого не встанем Ну, нет, кстати, надо сказать, я к алкоголю Сходим за пивом Я к алкоголю абсолютно, в общем-то, равнодушен То есть у меня нет какого-то Не выпиваешь? Я раньше много выпивал, уже 5 лет не пью вообще алкоголь У меня, ну, нет у меня такой тяги к алкоголю То есть я стараюсь это как-то шифровать Объясняю почему Потому что, допустим, когда говорят, что не пьешь, ну, типа, болеешь, да, значит, и так далее Поэтому я всегда, у меня есть там дежурные, если вдруг какая-то там компания, да, приходит, у меня есть там, ну, надо выпить Ну, бывают такие ситуации, бывают Просто наливаешь там грамм 50-30 какого-нибудь коньячка хорошего Правильно И этот коньячок, там, весь вечер ходишь, там, садишь потихоньку Я же говорил, он неплохой Я же говорил, ты неплохой человек Ходишь и садишь вот эти 70 грамм, 50-30 грамм Да, да, просто у тебя в бокале, в общем-то, есть Ты вроде как чисто символически за всеми челкаешься Но при этом ты как бы абсолютно Просто при моем графике, я честно признаюсь Я когда начал гастролировать, когда у меня начался тур по России И я, в общем-то, вкусил все прелести, к этому шел Мне это супер, как бы, приятно Люди приходят на концерты, я перед ними выступаю Но потом, после концертов, ты просто, ну, высосан энергетически, естественно Да, я знаю, да, что это такое, конечно, безусловно И ты, естественно, образом понимаешь, что тебе единственное, что сейчас надо Тишина и покой Ты едешь в гостиницу, принимаешь там душ Какой-нибудь там в телефоне залипаешь в какое-нибудь там кино Ну, допустим, и все, и в отключку Потому что я когда слышу рассказы, что Ой, у нас там музыканты Мы потом после этого пошли в какой-нибудь после концерта ресторан Потом после этого там какие-нибудь случаи, ситуации и так далее и там подобное Я не знаю, откуда у людей столько сил и энергии У меня, допустим, это учитывать, если там на следующий день еще один концерт А потом еще переезд, а потом еще И нужно как-то себя растянуть И я очень уважительно отношусь к публике, которая тратит деньги и приходит на концерты Для меня сцена — это как церковь, это как храм Я хочу, вот я в тур, в общем-то, еду только для этих двух часов, по сути дела Для этих двух самых главных часов, пока идет концерт И мне надо, как аккумулятору, успеть полностью зарядиться и собраться, выспаться И вот полностью, чтобы можно было выйти и отдать им все Потому что это моя цель в жизни, я к этому шел И мне супер непонятно, как это можно делать, отдавать, будучи уже высосанным Ну, это на пол шишечки называется Ну, я тебя прекрасно понимаю, вы когда в КВ награли «Десятый город», и ты вот такой в «Десятый город» приезжаешь А там еще приходит мэр и говорит, ну что, выпьем? И ты говоришь, ё-о-о-о И все, и начинаешь сходить с ума от этого Это просто, нет, ну это... Давай споем! Давай споем, да, а что, поем, что, поем? Давай мы про Фадеева заговорили Ну, давайте А у меня, кстати говоря, есть песня Я хотел просто... У меня есть песня, которая на моем канале набрала... Я выложил большая предыстория, очень короткая В 2018 году я сделал себе YouTube-канал и выложил туда, на пустой канал, песню «Кавер» «Танцы на стеклах» И она сейчас, по-моему, 35, уже больше миллионов просмотров набрала И продолжает расти И, как бы, вот это одна из таких песен, по которой... Я ее на концерте исполняю И так что все в порядке Я приобрел права, так что все в порядке «Танцы на стеклах»? Погнали! Так, скрипочки включили, большая дима Я ухожу и нет ни меня, ни нас И обычный свет успокоил нас Как ни я, ни ты Книг где-то в тишине Не зови меня Я не повернусь И прости меня Больше не вернусь Танцы на стеклах Танцы не для слабых Танцы без правил Ты так не смогла бы Танцы на стеклах Я бы не исправил А теперь можно в репев я для меня Я сольно хочу Танцы на стеклах Танцы не для слабых Все, хватит Тональность очень высокая для меня, конечно Я право Танцы на стеклах Танцы на стеклах Танцы на стекла, танцы не для слабых Когда кода вечная Фантастический шаман в гостях шоу Музловт Браво Спасибо Мы сейчас ссылку бросаем под видео Ссылка на канал шамана Подписывайтесь, проходите Тот, кто хочет ближе быть с Яром И знакомиться с его творчеством И давай споем Может беги по небу? Беги по небу, ну давайте беги по небу Помните ее? Беги по небу, а потом что-нибудь саккомпанируешь и споешь У нас есть же минут 20, да, еще? Да нет, мы можем, честно говоря, пообщаться Вот так хорошо разговор идет Это прекрасно, но у нас же есть ограничения по эфиру Мы тебя будем ждать Я тебе клянусь, я тебе обещаю, что ты второй раз придешь Через какое-то время Не хватает времени, отвечаем Реально, вот А причем, обратите внимание, пролетают быстро Да, мы знаем, когда все идет быстро А у нас же сегодня еще один гость Я останусь, кстати говоря, не против посмотреть Вообще Потому что у меня после концерта саундчек Будет в 7, по-моему, или в 8 вечера Или как-то так А, в 8 В 8, начало 9-го И мне нужно будет сразу же от вас бежать На площадку, на другую У нас Алиса Вокс сегодня еще с группой Ленинград, которая Помнишь, девочка? Алиса Вокс Конечно, да, конечно Алиска будет сегодня Я тоже не знаком с ней познакомиться Алиса Вокс А дальше вытащишь? Да, конечно Голосом, ну-ка Все в твоих руках Все в твоих руках Ты слышишь Все в твоих руках Все в твоих руках И даже я Какая замечательная песня Фадеева «Беги по небу» Где ты, рядом ты Где ты, рядом, но тебя не вижу Подойди ко мне Я ведь не обижу Разлетелись так Как уходят разные дороги Не смотри назад Там одни тревоги Беги по небу Беги по небу Беги по небу Толка, толка, не уходи Беги по небу Беги по небу Беги по небу Толка, толка, не уходи Я ворону, я ворону Я ворону, я ворону Господи, это хаос Я ворону, я ворону Я ворону, я ворону Сергей Перчун Я не слышал, что ты сказал Я ворону, я ворону А все равно Перчун ворону Это у нашему шумяну Да, я помню, как мы уделяли Этому стилю, этому жанру Сосо Павуляшвили, привет Там не сосо, там мы даже С Лехой Чумакова Он к нам приходил, когда в гости Как это? Шесть восьмых? Да Шесть восьмых? Шесть восьмых Это хороший музыкальный размер Скажи, что ты слушаешь, что у тебя в плейлисте? Ну вот реально Я в последнее время хожу и часто людям говорю А что из русского вы слушаете? И мне вот, знаешь, так с трудом называют Музыку русскую, которую слушают Все в основном по иностранщинам, конечно Ты знаешь, наверное, можно посмотреть Просто заглянуть в телефон Это, наверное, будет проще всего наглядно Смотри Ну Двадцать раз спустя? Нет, у него Тебя дробыш, кстати, пишет А, бывает Опять, опять Слушай, пошел, дробыш Я реально дробыш написал Ты у Ярушина вали оттуда Беги Слушайте, Александр Вертинский Он мне пишет У тебя шаман, гони Александр Вертинский Би-2 Чуваки Вольфганг Абадей Моцарт Чтоб вы понимали А дальше что? Нет Григорий Лепс Кто? Григорий Лепс Иоганн Себастьян Бах Но у тебя по алфавиту А че ты? Ну, значит, будет такая каша Как в... Кино Кузьмин А, ну, надо-ка Что ж там дальше? Кузьмин Пять минут до дома Или как там? А, Сибирские морозы? Тогда начинай Давай Я думал ты сейчас вторую трубу возьмешь Я не прошу судьбу вернуть тебя ко мне Я знаю, счастье мне приходит дважды Плыву по ветру, но река моя в огне А я всегда лет Парусник бумажный Яр, нет? По ту холодном просыпаюсь боль в груди Мне не дается быть прощальные объятия Последний крик любви Последнее прости И тело нежное твое под летним платьем Я не забуду тебя никогда Твою любовь, твою печаль Олег, сыграй проигрыш, я потанцую Только не с Яриком Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не песню свою А жизнь свою Нельзя вернуть Любовь и жизнь Но я артист Я вам спою Текст не знаю И пример Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Логично мне сейчас сказать Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я абсолютно искренне, и я рад, что сегодня мне удалось познакомиться с таким замечательным человеком, как Шаман. Ярдрон. Замечательный, талантливый. Спасибо вам, что вы даете наводки. Где они талантливые? Такие замечательные ребята сидят и кроются. Я желаю тебе творческих успехов. Спасибо тебе огромное от души. Прям вот, братец. Я жду тебя еще, еще здесь в Музловте, где ты можешь приходить. Че хочешь, то и делай. Песни свои представляй, пой. Я остаюсь. Оставайся, Ярд. Оставайся. Но через полгода где-то мы тебя ждем снова. Так, ну все. Ждите в комментариях, как вам выпуск. Слушайте только хорошую музыку. Это было шоу Музловт. Пока. И еще раз для вас припев этой песни. Ярд, давай. Спасибо вам. Нормально. Спасибо вам. За то, чтоб не сгорать на сцене от света ваших глаз. За то, по-настоящему. Спасибо вам. Я не предам. Пока живое сердце бьется. Пока любовь не продается. Оставайся. Уходите. 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 У меня уши выпадают. Спасибо. Мы сделали это. Да, это круто. И вот знаете, в чем кайф Музловта? Что вот сейчас они не вступили в начале. Некоторые бы артисты сказали, да, переписываем. Не будем переписывать принципиально. Это импровизация. Это кайф. Это чисто живак и все остальное. Спасибо вам, ребята. Спасибо.